Свою известную мудрость сквозь тернии к звездам известный Антуан де Сент-Экзюпери посвятил, скорее всего, таким целеустремленным, настойчивым ребятам, каким за годы своего недуга стал брещанин Даниил Мазоль. История его побед – это история достижения всей дружной семьи, которая никогда не унывала и всегда была рядом. Рядом они и сегодня, на торжественном приеме, в канун Рождества. Счастливые, улыбчивые, искренние – это Александр Рогачук особенно отметил, похвалив Даниила за его достижение. Получается, что уже в Национальной книжной палате, в Национальной библиотеке, в Президентской библиотеке, в Центральной библиотеке Якуба Колоса, в Министерстве информации уже ваши книги есть. Понимаешь, какой ты талантище? Другие этого никогда в жизни не добьются, а ты добился уже того, чего не добились другие. Вообще, не мне вам тут, говорится, в этой ситуации объяснять прописную истину, что у каждого человека свои таланты. Свою первую детскую книгу Даниил издал несколько лет назад, а буквально недавно свет увидела новое издание, уже более взрослое и осмысленное. Презентации всегда собирают большое количество гостей. Кто-то приходит из любопытства, чтобы своими глазами увидеть такого уникального автора, кто-то, чтобы поддержать его начинание, сказать слова поддержки. А это, в свою очередь, настраивает семью на то, что их особенный ребенок бесспорно талантлив, а его успехи важны и оценимы другими. У каждого человека свои таланты, и если у этого человека есть писательский талант, то есть повествовательный талант, мне кажется, что это надо развивать. Быть мамой – тяжелый труд. Быть родителем особенного ребенка тяжелее втройне. Это в рамках встреч Александр Рогачук отмечал неоднократно, добавляя, что всегда найдутся те, кто тебя поддержит, подставит плечо в трудную минуту, скажет доброе слово. Уже не один год работники горосполкома проводят одну очень важную акцию. Они собирают средства и вместе оказывают поддержку талантливым детям и их родителям. Героем очередной акции стал Даниил. Теперь, благодаря подарку специальному центру, который совмещает в себе функции сканера, принтера и ксерокса, работать юный писатель будет еще активнее. Наверное, все-таки этого золотого стоит, насколько мы долго старались и хотели этого. Не то, чтобы нас заметили, чтобы заметили родители таких деток, чтобы в тонусе нас всегда, Даниила всегда очень хорошо трепет нам к тонусу. Наша школа гордилась нами. Наверное, это самое главное чувство, какой-то гордости, что мы это смогли сделать. Встреча получилась очень живой, эмоциональной и при этом душевной. Даниилу было особенно приятно такое внимание, такая поддержка. Теперь его главная мечта поступить в ВУЗ, получить профессию психолога, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, а также найти там новых надежных друзей. Можно сказать, совместная мечта, потому что нужно как-то жить дальше. Даниила, он такой психолог по-своему, он хочет, чтобы тут связано было с психологией. Он любит смотреть фильмы про спасателей, но, к сожалению, все его болезни у спасателей не получаются. Он говорит, я хочу научиться и может где-то помогать словом психолога, вот кого-то успокоить, кому-то помочь. Вот так вот будем стараться об этом направить. Даниила очень-очень преданный друг. Он настолько готов все отдать своим друзьям, с кем общается, просто до последней капельки. Даже жизнь свою. Даже жизнь свою. Вот такой вот преданный, такой вот, такой трепетный весь. И всегда в хорошем настроении. Это такой большой плюс. Вот такая у него мотивация. У него нет такого, чтобы он плакал, хмыкал. Я не буду ЛФК делать, я не буду там заниматься. Мы каждый день, каждый день. И пусть все желания, загаданные этим удивительным юношей в Рождество, обязательно исполнятся. Спасибо. 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 Спасибо.